Спарена вам вашнюю. Благодарствую, милости просим, присаживайтесь, пожалуйста. Ой, бабуль, а когда ж ты все успела-то? Пока ты солнце ходила караулить, вот и успела, настряпала. Вкуснотища-то какая, охи, поедим. Да, хватит, наголодались за пост. Он нынче долг был, почитай без малого четыре недели. А доли бывают? Бывают и доли, зато бабик купешь, богатый вышел. И яиц накупили, и молосного, масло набили, молока наквасили. Баб Феш, а в церкву-то ты сегодня ходила? А как же, помолилась Петру и Павлу, чтоб погоду добрую послали. Да, чтоб мужикам силу даровали, покос надо оселить до конца. Да погода должна постоять, солнце на ведра указывает. А трава на лугу, Баб Феш, во какая, по пояс. Эй, девка, погодь, у нас как в народе говорят. Не хвались, баба, что зелен луг, а смотри, какой Петров день. Если будет дождь, так и покос мокрый будет. Придется до октября страдовать. Да сука будет, роса сильная была, я вон весь подол вымочила. И то хорошо, значит, все нас с запасом настрадуем. Баб Феш, а я же солнце встречать ходила. Ну и как? Видела, как оно яркие ленты пускает? Ой, бабуль, красотища какая! Оно то поднимется, то спрячется, то повернется, то блеснет, то голубым, то розовым. Ой, да, Петров день, оно особенно красиво играет. А девки Антиповой больше всех счастья привалит. Что-то? А она в это сияние 10 цветов отличила. Брешет она, вам на зависть. Ой, Сань, заболтались мы с тобой. Глянь-ка, Шаньки-то уже поспели. Вынимай, да смазывай их маслом. А мне надо следующую бухань. Масло, смотри, тут на жестке, в горшочке. Ой, старая я, старая. Брось-ка пока, хлебы-то подоспели ржаные. Сади их в печь. А вы, гости дорогие, не желаете ли помочь моей внучке хлеб посадить в печь на лопате? Пожалуйста. Можно пожелать. Спасибо.